В новой рубрике «Хочу сказать» наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у сыровчан, какими спортивными упражнениями они занимаются дома. Гимнастик по утрам, отжимания, приседания, что еще? Бег до протяжки. Но сейчас уже далеко не бегаю, а в детстве бегаю. Ну выпады, приседания, отжимания там всякие. Дома нет, я на улицу хожу на лыжную базу. То есть а там что делаете? Там есть спортивный городок. Ну а что вы на нем делаете? Подтягивания, отжимания от брусьев. Гимнастика обычно, зарядка, да? Что еще можно? Попрыгать-то не очень попрыгаешь, соседей жалко. Вот зарядка какая-то такая. А какую зарядку вот вы предпочитаете делать? Ой, мне бы надо, конечно, ее делать. Ну какую можно дома? Приседания, руками, что-то такое там, да? Что еще у нас можно? Вообще-то пишут пенсионерам, прям начиная с кровати, можно начинать. Вот проснуться и что-то уже можно как-то подвигаться в кровати, все. Потом уже слазишь, что-то другое. Мне 92 года. Занимаюсь спортом, велоспортом. Такой аппарат мне сын купил. И вот им занимаюсь. Приседания, ну всякие различные упражнения, на пресс, на мышцы. Приседать, отжиматься, ну все можно делать. Потеиваться. Ну смотря, есть ли здесь какие-то там спортивные снаряды или что-то там. А вы чем дома, как вообще занимаетесь? Нет. С штангами. Я нет. Со штангами приседания. Уборкой можно начать заниматься. Очень хорошие физические упражнения. Пол помыть, плиту протереть. Тяжелой атлетикой. Скажи, что это? Это штанги поднимать. Я еще на турнике занимаюсь. Ну и все. Я каждый день отжимаюсь и делаю приседания. Сколько отжимаешь? Ну, раз десять где-то в день. На велике можно кататься, там бегать. Да любым. Подтягиванием, отжиманием. Все, что связано с полом. Этим можно и заниматься. Оттого вы такой сильный? Ну, наверное. Может еще от того, что я постоянно хожу на рыбалку, на охоту. А это тоже физические нагрузки. Я подтягиваюсь. Сколько раз? Ну, двенадцать, двенадцать. Красавчик. Да, для тебя. Оп. А мое любимое упражнение – это приседания и планка. Друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. С вами была рубрика «Хочу сказать». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры ставил DimaTorzok